Добрый день, участники клуба «Искатель». Сегодня очередная конференция, 3 сентября 2022 года. Слушаем выступление Ольги Высюковой, психолога-когнитивиста, с сообщением Вернадский, техника перехода в новый режим, продолжение. Добрый день, дорогие товарищи, друзья. Мы продолжаем нашу конференцию. Каждый ведет свое направление, а у меня направление Вернадский. Моя задача на протяжении многого времени, еще раз напоминаю, кто я, способность у меня с детства, которую я считала, что есть у всех. Но оказывается, она есть у всех, но она немножко другая. То есть есть люди, которые получают информацию, которая выходит за грань. Этим людям очень непросто в жизни. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас попробую нарисовать ту картинку, которую я считаю центральной. Посмотри, пожалуйста, как лучше поставить. Не отсвечивает? Если что, скажешь. Итак, я говорила про то, что я хочу привлечь выступление Александра Белова, Саши Белова, да, которое было на прошлом нашем занятии, Которое вызвало некоторые бурные споры. Так вот, суть заключается в выступлении в чем? Что, как я перевела, что сначала мир, он просто невидим. И затем появляется то, что мы называем человеком. Вот этот человек, это не простой человек. Это божественное начало, которое обладает сверхвозможностью. То есть оно материализовано, да? Как я это показывала вам? Я говорила, что сначала, согласно библейски, все показали, да, появляется пустота, которая создает, что? Раз уж у нас с вами Вернадский, значит, это что получается? Биосфера. Вот это биосфера. Мы ее не видим, но она существует. Почему сфера? Мы думали, что раньше бесконечен мир, конечен, да? Плоский там куб. Вот сегодня появился ученый Пелерман, который дал нам новую информацию, правда это или нет, не играет никакого значения. Нам просто надо взять образ, который соответствует нашему времени. Итак, появляется биосфера, которая называется, которая дает нам способность выживать в этом мире. И вот дальше эта биосфера, согласно Вернадского, формирует другую сферу, которая может заработать только в определенный момент времени. Внешне, видите, как выглядит сфера, да? А если вот так ее положить, это уже блин, да? То есть нам надо знать, что с собой представляет человек. Человек – это иллюзия, через которую можно сотворить переход в новый режим. Это уже, знаете, наука и философия. Вот смотрите, что я делаю. Я показываю. Видите? Она зарождает вот это. Только представьте себе, она внутри, эта сфера. Она не снаружи, она внутри. И в то же время она зарождает то, что мы называем человек. Вот посмотрите, пожалуйста, вот это человек. То есть одновременно биосфера зарождает новую сферу, которая якобы растет, да? Мы привыкли к тому, что мы растем, развиваемся, и человека зарождает, да? И вот постепенно вот это вот вместе соединяется, оно находится внутри, оно биосфера и ноусфера становятся одинакового радиуса, появляется Вернадский, да? И человек находится внутри, и вот он как бы тоже развивается. Мы же к этому привыкли. Но сама проблема-то в чем заключается? Что мы сегодня живем в состоянии, которое называется время. Вот это вот понятие время, и необходимо сделать так, чтобы оно не давало нам боли и страданий. И вот посмотрите, что для этого надо знать. Вот я принесла, я уже вам показывала, я принесла, что рассказывала вам про ДНК. Так вот, в ДНК есть такой образ, поймите, нужен образ, и он должен быть объемный, а не нарисованный на картинке, в которых существует три варианта, как дети живут, да? Сначала маленький ребенок рождается, потом он взрослеет, он подросток, и потом он пацан. Вот этот пацан, это самое интересное состояние, когда можно получить детей, которые максимально фантазируют. И вот нам нужно каждую из этих вот штук, да? Нам нужно, что, закрыть, вы видите, это плюс-минус, плюс-минус, а посередине что-то, да? Так вот нам надо схлопнуть это и превратить в ничто, в пустоту. Это как вариант образа. Поэтому я вам предлагаю просто взять по одной штучке, да? Возьми, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста, сюда, чтобы вас просто видно было. Не нужен весь зал, иди сюда. Вот. У нас четверо, иди сюда. Сюда, сюда, пусть тебя нужно видеть. Это один мальчик, это второй, бери. Это мальчик, девочка. Запомните, мальчик, девочка объяснял уже почему. Благодарю. Вот, пожалуйста, сядьте и скушайте это, прожуйте, да? Чтобы это превратилось в ничто. Вот ничто, то есть мы соединяем плюс и минус, и в результате мы получаем нечто. То есть что? Мы убираем эти три программы. Тогда появляется четвертая программа, которая называется «Бог само себе». И вы теперь посмотрите, куда я делаю-то. Вот сюда теперь наставь, пожалуйста. Итак, когда я поняла, что вот нужно сформировать образ, я все время говорила, что есть часть, которая дебильная, где мы глупые, неразвитые, да? А вот теперь получается, что хочет Бог, если фантазию собрать? Вот Бог, это невидимое состояние, да? Это, как это называют-то, эфир, который вынули из… откуда эфир вынули? Вот из этой таблицы Менделека, да? Так вот, смотрите, этот эфир зарождает некто, который сначала невидимо. Затем у него закрывается, закрывается, закрывается постепенно возможности, да? И формируется уже какой-то другой человек, который не обладает такими возможностями. И появляется точка бифуркации, о которой я все время вам говорила. И вот теперь в этом месте, здесь ему не нужны были ни наука, ни философия, ни медицина, ничего не нужно было. А вот начиная с этой точки, человек начинает болеть, стареть, страдать, вы понимаете? Я спрашиваю, за что это нужно человеку, почему его сделали таким? И вот появляется наука и философия. Наука делится, 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 да? Философия делится, делится, делится на много частей. Я вам уже сказала, кто-то мне нарисовал Нобелевский лауреат, который сказал, что ты что-то делаешь такое, что я не знаю, но может тебе эта картинка пригодится. И вот теперь посмотрите, наступает время, когда ты объединила всю науку и всю философию вместе. То есть Библия, Коран, Торма, Хабхарта, Буддизм, генетика, биология, физика, химия, да? Плюс поездки, плюс что? У меня какая задействована третья часть? Пацан. То есть способность фантазировать. И она все больше и больше проявляется. И я все ищу того, через кого можно запустить эту программу. Почему? Может я должна ее сделать себе, а потом отзеркалить, и он пойдет дальше. И вот мы сейчас тоже находимся вот в этой точке, которая называется точкой бифуркации. То есть одни застряли в старом режиме. Я вам говорила, что вот здесь вот теряются возможности у человека. Здесь появляется программа какая? Здесь была программа одно. Целостность программы мира. Я вам не рисовала. Включить не нужно свет? Все нормально, ребята? Вот. А здесь появляется программа какая? Два. Мы делим на хорошо, плохо, добро, зло, да? И вот с этого момента начинается наше детство. Оно что? Нам дается куча образов. Что мы рождаемся маленьким. Потом развиваемся немножко постепенно, да? И затем вот эта система переходит опять в состояние вот это. То есть, как у меня сказано, что Бог хочет нас наградить за наши те проблемы, которые человечество испытывало в мире, да? Так вот одно, это не вот, не все человечество, как сказал великий Каркин-Багабан, но великий, необычный человек, да? Он сказал, что я вернулся после клинической смерти в это больное тело, потому что вы до сих пор не можете понять, что вы одно. Но, и вот одно до сих пор, все делятся, каждый под себя, а попробуй не сделай под себя, тебя берут и докинут. Вот такой наш мир. И люди знают уже, потому что Ленин еще сказал, когда, когда только зарождалось намерение среды построить коммунизм во всем мире, да? Он уже сказал, что Карл Макс ошибся. Но он в тот момент, сам получая автоматическое письмо, не понимал, что Карл Макс не мог ошибиться. Он получал информацию и четко по этой информации шел. О чем речь? В 2006-2010 год уже, что была принята иллюзия наукой, что то, что является человеком, это прописано, все, начиная от его рождения. А я говорю еще дальше, раньше. То есть то, что Саша придет сегодня и будет вот это вот наставлять мне, да? Что наш Саша бежит, чтобы взять документы, да? Все предписано. Смотрите, два Саши. Один Саша, другой Саша. А задача у них разная. И получается, каждый из них идет своим путем. Но мы так думаем. По сути дела, мы идем одним и тем же путем, не понимая этого. И вот теперь посмотрите. Вот здесь тоже появляется, да, человек какой-то. Я вам говорила, что это Тесла, да? Он получал информацию через маму. Дальше еще Пелерман появляется. И дальше еще кто, тот самый, который в кресле, это еще раз. Стивен Хокинг, да? И вот если вы их всех соберете, вы увидите, что это одно начало, через которое идет информация. Посмотрите, что получается. Недавно был у нас товарищ, который говорил о том, что он учит детей с числами заниматься. А потом он входит, в дверь смотрит, боже мой, они начинают читать стихи Пушкина, не зная их даже. То есть, что это значит? А потом он зашел, они по-английски шпавят. И что это значит? Оказывается, каждый из нас может получить информацию, которая была и тысячи лет назад, и стать новым Христом, там и чем угодно. Либо получить новую программу перехода в иной режим. Какая новая программа? Единая неделимая целостность. А два это не двойственность. Режим какой? Одно турия. То есть, что такое турия? Это Бог. Так вот, образ Бог, ну я думаю, что священники это знают, что Бог это не троица. Если Бог любит троицу, значит, есть какие-то три вот эти вот, то, что мы сейчас сживали и как бы превратили в ничто, да? Убрав у себя плюс-минус программу. Я тоже съем оттуда. Я никому рассказывать не буду, но я обязательно съем, чтобы создать себе образ, что хлопком как бы мы переключились в новый режим. Только помните, что вы взяли по одной штуке, значит, вы взяли всю троицу убрали хлопком. А лучше, если это вы съедите три штуки, тогда образ будет работать дальше. У вас получится три хлопка. Чтобы запустить новый режим, необходимо очень много знать. Поэтому я кое-что хочу вам прочитать. Да, сейчас я вот здесь заговорю, да? Здесь тоже появляется свой великий, который что-то говорит из науки. Меня почему больше наука интересует? Потому что философию я знаю очень хорошо. И Библия, и Коран, и Тора, и Махапкарта, и буддизм, да? Я прекрасно знаю, что это все одно и то же, либо одно и то же учение, либо голова одного и того же учения. Вот и всего. Он тоже с короной. Что значит корона? Это значит способность получать информацию, которую люди не могут получить. Но люди должны в какой-то момент получить какое озарение, что каждое жизнь знает такой же, только либо все работают в одинаковом режиме, вот в этом режиме, либо кто-то хочет выскочить за эту точку, то у него не получается. Поэтому, когда нам показывают Тесла, да, на все время его показывают молодым, красивый такой сидит, а вдруг у него вдруг фото попадается, где он старый-престарый. И вот я поняла, что, почему у него не получилось. То есть он брал энергию, он знал, что надо брать энергию жизни, он прекрасно знал, что это тело обладает каким-то свойством. Оно берет энергию выживания, энергию плюс-минус, которую мы с вами кушали. А, ну да, у вас же трое было, поэтому плюс-минус, да, убирали каждое свое. Дальше это трансформируется в энергию жизни. А это что за энергия? Это энергия выживания. То есть ученые прекрасно знают вот эти названия. Энергия жизни и энергия выживания. И вот эти энергии, тайны человека и любой точки заключаются в том, что любая точка. Вы знаете, что сказал Фархатанта однажды? Он сказал, не трогайте камни, они живые, они оживут. И я тащила килограммы этих камней, я вам когда-то вначале рассказывала. А когда я поняла, что они оживут, я как малый ребенок взяла эти килограммы и отвезла пять чужих. Представляете, привезла место силы, где чудеса происходили, и была довольна, что камни остались на своем месте. Ну, маленький глупый придурок. Что такое придурок? При дураке. А что такое дурак? Быстро пятится назад в состоянии, где проблема исключена. То есть, что максимально развитая интуиция. Вот нам и нужно, не застревая вот в этом. То есть, в старых учениях хорошо, что вы учите. Но их надо отбросить, ориентируясь только на новых учениях. А новые, извините меня, это вот, которые нам укоротили, там Библия, Коранда. А в результате, если нужно программе, если нужно этому миру, в котором вы живете, какой это мир? Мир жизни. А что такое энергия жизни? Это ноу-сфера. Либо как эфир. И еще как-то мне мальчик сказал, я забыла, он Библию вычитал. Вот. Поэтому знания у нас очень ограничены. И нам желательно вот выйти. И что? Это всего несколько человек. Всего несколько. Почему? Ну, нам такой образ дарм. Почему сказано, что сначала Иисус появляется, за ним идет куча народу, которые не понимают, что он говорит. И тогда о чем речь идет? Он говорит, вы не понимаете то, что я говорю. Почему не понимаете? Да потому что им не надо понимать по программе. Они четко за ним идут. У них чудеса происходят. Они довольны жизнью. Вот. А нам нужно что? Идти все-таки вперед теперь. Теперь посмотрите, пожалуйста. Раз уж у меня так получилось. Удачно, да? Удачно. Значит, что я хочу сказать? Вот это вот аудиокнига называется. Я все время думала, почему я раньше столько сил тратила на то, чтобы написать вот книгу, которую я так и не издала, да? Я ее отксилила. Я кучу денег положила, кучу сил положила, да? И она осталась. Оказывается, сегодня она не нужна уже. Поэтому я поблагодарила эту книгу, да? И иду дальше. И вот получается, книга написана, это автоматическое письмо. Затем, что есть? Автоматическое говорение и сон. Так вот, сон во сне, Менделеев получал свою таблицу, все прочее, да? Через сон я почти не получаю. Мне это не надо. У меня вот когда появилась эта аудиокнига, почему она появилась? Да только потому, что я не могла записывать такой огромный материал. И потом я поняла, что так распорядилась Вселенная, которая занимается, да? Так вот смотрите, вот это мы были. Вот мы брали энергию выживания, и что? И энергию жизни вырабатывали, и не вырабатывали, а как? Трансформировали. Я все время путаю. Это очень важно, потому что это одна и та же энергия. Темная энергия создает наш мир. И, в общем, по сути дела, это одно. Трансформировав энергию жизни, и вот эта энергия жизни уходила в Солнце. Но сегодня, согласно вот этой вот картинке, представлении, да? Зачем Солнце нас использует, как дойных коров, да? Сегодня Солнце, что? Она уже созрела настолько, что она уже детей зародила, и теперь предлагает нам стать Солнцем сами себе. То есть что такое стать Солнцем сами себе? Запустите другую программу. Запустите вместо программы два, запустите одно. Но это ведь два в одно, это только через два слова. А нам сначала длинная программа, которая отключает старое наше представление о мире. Потом идет сама программа, а потом образ Хви. И затем окончательно формируется два в одно. Аум, одно аум, одно аум, одно аум, одно аум, одно аум. То есть, как переводится, это с индийского. Мы приобретаем способности во время сна, бодрствования, либо, ну там, сон, бодрствование, что еще там, предсон, да? Мы получаем информацию такую, что нам думать, по сути дела, не надо. То есть ум у нас остается. Дальше оум – это расширенные возможности появляются. А аум – это максимально расширенные возможности человека, который начинал этот мир строить. И теперь, родив под себя человечество, его учит, переводит в новый режим. Не знаю, насколько понятно, но я хочу сказать. Подожди, не отключай, пожалуйста. Я еще скажу немножко. Значит, сколько там минут? Там уже 20, да? 18. 18, да? 18-е тело, кожа, бархат, у меня была такая программа, да? Сначала, которая совершенно была не нужна. Так вот, смотрите, что написано. Я хочу несколько слов сказать по Индии. Потому что именно она возможна, если вы прослушаете то, что я говорю, может, я потом все-таки сформирую нужный образ. Итак, это конференция 2006-2010 год, плюс Вернавский, плюс Тесла, и их обозначение эфир и сфера. То есть, что такое сфера? Я бог, у меня нет образного мышления, как вариант сфера. Если мы сможем набрать нужное количество энергии. Итак, Шри Багаван, 2022 год. Карма – это нечто иное, как 10 программ. Вот и все. Это 10 программ, которые вас от рождения до смерти контролируют. Вы представляете, науку уже это давно, вот в 2010 год на приборах доказано, что каждое действие прописано. А мы до сих пор застрялись в старом. Смотрите, что это значит, что 10 программ она раскрывает. На ком вы собираетесь жениться, сколько у вас будет детей, как они будут себя вести, каким будет ваше богатство, ваше здоровье, ваши отношения, какой успех и какой провал. Все прописано. То есть мы живем в мире 2. То есть хорошо, плохо, добро, злод, свой, чужой. Я вам уже это показывала. Это вот наши ученые, сидящие в кресле. Что он сказал? Он сказал, что Вселенная, если найдется ученый, который докажет, что Вселенная сфера, это Галерман доказал, да? Вот эта программа, которая надо управлять в какой-то момент, она схлопнется в точку и вывернется наизнанку. Видите, коронная? И появится новая программа, которая будет управлять миром. У нас будет только домен, и не будет проблем. Так вот, дальше что я написала? Что этого недостаточно. И вот это должно во что перейти? Все точки, 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 точки. И вот человек должен оказаться вот в этой сфере. И его тело, оно здесь есть, но оно тоже имеет вид точек. Оно будет материальным, тело остается, но внутри программы уже у него будет другая. Вот он здесь находится, видите, там внутри. Вот такой вариант. Не знаю, насколько я понятно смогла это все объяснить, потому что, по сути дела, это, я сегодня даже мне страшно было, потому что это материал, который 20 с лишним лет формировался, да? И вот теперь посмотрите, что он дальше говорит. Все контролирует эти 10 программ. Ты всего лишь марионетка, но ты думаешь, что ты и есть реальность. Ты командуешь как реальность, да? Это не проблема, это иллюзия. Но на самом деле вещи происходят сами по себе. Видите, что он говорит? Это не проблема, это иллюзия, да? Поэтому если мы отнесемся к науке иначе, то что говорит сегодня наука? Что мир – это иллюзия. И если появятся люди, которые способны сфантазировать, переведя одну программу в другую, то что-то и произойдет. Вот и все, а не просто происходит. У вас есть ощущение, что вы заставляете что-то происходить тем или иным способом, что все происходит из-за вас. Но просветленные знают, что это неправда. То есть мы не можем ошибаться. Поэтому что написано в Библии? Не суди, не судим будешь. А дальше написано, ни один волос в головы не упадет, твое без ведома моего. А к человеку это расскажешь, а он все говорит, да, я грешу. Ну что делать? Поэтому если не сходится программа, лучше отойти. Это я уже поняла. Мне ближе всего здесь вот эти вот два человека, которые присутствуют. Вот. И, значит, я пытаюсь ориентироваться на связь с ними. Если им что-то непонятное, они бросают трубку в сервис, да? Это значит, что я не смогла рассказать, что да. Вот. Либо что-то понять через выступающего. Итак, солнце всходит и восходит, у нас сходит и восходит, да? Волны сами по себе не могут двигаться, ими управляет океан. Так что мы должны делать? Просветленный знает, что океан толкает волны вверх и вниз. Просветленный не только океан, и не прыгает сам по себе. Что просветленный не толкает океан, и не прыгает сам по себе. Итак, на самом деле, вы ничего не делаете. Вы ничего не можете делать. Но у вас есть иллюзия, что я делаю что-то сам. Я буду позитивен, говорит человек, да? Что ж, в этом нет ничего плохого. Но знаешь, что такое позитив? Если вы будете позитивно мыслить и позитивно поступать, вы будете строить стороннейший перекос. Не делай добра, не будь зла. То есть нужно оказаться посередине, пояснить, что такой крест, что он здесь прибит, и руки у тебя не могут касаться вот так вот, чтобы они были как весы. Вот в этом суть всей вообще-то Библии. Дальше написано. Но вы бы сделали гораздо больше, если бы просто плыли вперед. На самом деле, произошло бы много чудесных вещей, чем если бы вы боролись с этим. Итак, что контролирует вас? Десять программ. А десять программ – это то, что мы называем кармой. Самый изощренный способ говорить об этом сегодня – это десять программ. Очень древний способ говорить об этом – карма. То есть что получается? Карма, дальше десять программ, которые нас контролируют, я бы уже сказала, и что? И судьба – это по сути дела одно и то же. Слушай, это самое, не нужно включить здесь свет-то? Нет? Я сейчас заканчиваю. Итак, дальше смотрим. Вариант говорения на меня. Вариант говорения – это был 2000-й год, когда я встречалась с Катей Багаваном напрямую, да? И, уважаемый, он говорил на чисто русском языке. Прошло много лет, когда я поняла, что самое основное, что есть сегодня – это один говорит одно, а другой будет слышать совершенно другое. Это я уже вижу на когда-то встречаюсь с людьми. Это происходит. Поэтому я никому не решаюсь, Танас. Итак, запомни наука, сказал Багаван. Карма – это последовательность событий твоей жизни, которые изменить ты не можешь. Это старая программа. Какие поступки ты будешь совершать в твоей жизни, кто будет твоим папой, мамой и так далее. Сегодня кармы больше нет. Вы представляете, а куда же наделась-то, я бы спрошу, да? Ты был маленький и глупый. И вы могли перебить друг друга, поэтому вам был сказан такой образ. Сегодня ты выросла. Он обращается к науке. Вы представляете, до меня дошло, что он не ко мне обращается, как к телу, как к Ольге, да? А к науке через сколько лет? Через 10 лет, когда я побывала еще в Мстоксиле нескольких. У Саи Бабы и у Фархатута. И что это написано дальше? Сегодня ты выросла. У тебя, видите, выросла наука, да? У тебя есть компьютер, так возьми одну программу и вставь другую. Одну вынь, другую вставь. Вот он такие вот вещи говорил, да? Но затем был такой интересный момент. Прочисла я вам проводила, например. А вот дальше Папа Римский в определенном времени... Что? Будешь говорить, сколько получится. Не волнуйся. В определенный момент Папа Римский, что поехал, когда выступал на одной из своих лекций, он сказал, что Иисус Христос, прежде чем подняться в рай, спустился в ад, забрал всех грешников наверх. А наш Кирилл, патриарх, поехал с ним обниматься и показывали по телевизору. Я прихожу в церковь и говорю, а что это было? Они говорят, раз он так поступал, значит надо. Они даже не думают об этом, да? А что, какой образ сформировал? Что, если он все, все хорошие там наверху, да? Все плохие тоже наверху, схлопнулись, все к Богу вернули, как от белого и черного ангела, да? Это начало Библии, есть такой вариант, когда Бог зарождал этот мир, он пяткой выкинул белого ангела, посмотрел, ему не понравилось, он и черного выкинул. И появилось что? Черное и белое, противоположности. Вот. И, значит, получается то, что сказал, вот Калькин Богованович, он сказал, запомните, сегодня все находится в нулевом состоянии. То есть нет, не этой программы, не этой программы. Ребята, это значит что? Вот это можно уже не трогать, это я вам рисовала через ДНК, через геном. А вот это можно запустить. Что это такое? Односпиральная ДНК. Так вот, Саша сказал сегодня одной женщине, что у нее нарисован змей. Она говорит, да нет, что у меня вот листочек нарисован, такой край, а змей вот из этих вот, как называют, серебряных точек таких, которые вместе, но не слипаются. Я ей говорю, что это односпиральная ДНК. Она хочет, говорит, ой, как я рада, да? Итак, вывод. На сегодня наука знает, наш мир иллюзия. Оттого можно в определенный момент изменить один вариант программы на другой. Но важно понять, как функционирует форма человека и зачем дана ему боль, как иллюзия. Для получения данной информации необходимо иметь способность получения информации, минуя сравнение. Вот на этом я закончу сейчас. Хотя у меня есть тут еще кое-что говорит. Но на этом я закончу, потому что что? До новых встреч!